Тында, столица Обама, в эти дни отмечает свой главный праздник. 8 июля 1974 года руководство СССР подписало постановление о начале строительства Байкала-Амурской магистрали. В стройке века в общей сложности приняли участие 2 миллиона человек со всего Советского Союза. На 50-летие начала строительства магистрали приехали гости со всей страны, в том числе делегация нашего региона, по которому проходит почти половина путей, 2000 километров. И именно в нашем крае магистраль выходит к Тихому океану. Я сейчас с удовольствием от имени всех хабаровщан хочу передать слово благодарности за тот путь, который стал центральным путем развития всего Хабаровского края. Важность БАМа, как и железных дорог в принципе, для нашего края сложно переоценить. РЖД это ключевой работодатель и крупнейший налогоплательщик. Доступ к магистрали позволяет развивать горные предприятия и сопутствующие сектора. А для страны в целом Байкало-Амурская магистраль играет стратегическую роль в развороте экономики на восток, что подтверждает нынешняя загрузка провозных мощностей. Уже до конца года будет 100 миллионов тонн. У нас сильно загружена транспортная структура, та, которая есть сейчас. До 88% сейчас загружен БАМ. Но наличие дополнительных портов, а у нас таковых строится 5 и будет строиться еще, конечно, даст возможность увеличить перевалку. А к 2032 году провозные мощности БАМа вырастут почти в трое до 270 миллионов тонн. Это и грузооборот со странами АТР и северный завоз на русский север через наши порты. Большие задачи требуют серьезной модернизации. По указу президента Владимира Путина сейчас идет масштабное развитие восточного полигона железных дорог. Сумма инвестиций в ближайшие 9 лет 3 триллиона 700 миллиардов рублей. В рамках этой работы только в Хабаровском крае будут построены два тоннеля и самый большой мост на магистрали через Амур в районе Комсомольска. Желаю ветеранам-памовцам нынешнего поколения железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего. Владимир Путин. Поздравляю вас. Дмитрий Павленко. Смотри Хабаровск.